Муравленковские нефтяники стали слушателями лекций ученого с мировым именем Анатолия Золотухина. В Газпромнефть Муравленко отмечают, что повышению квалификации специалистов уделяют огромное внимание и для этого готовы приглашать в наш город лучших преподавателей. На одной из лекций побывал Евгений Дегтяренко. Ему слово. В самом названии курса лекций, разработка нефтяных и газовых месторождений, для нефтяников нет ничего нового и необычного. Вся суть в том, кто и как читает. Доктор наук, профессор, проректор по международной работе Российского университета имени Губкина, действительный член Российской академии естественных наук по секции нефти и газа, всех званий Анатолия Золотухина не перечесть. В Газпромнефть Муравленко, говорят, совсем непросто было пригласить ученого с мировым именем. Инновационные подходы к разработке месторождений с применением систем искусственного интеллекта. Вот, пожалуй, наверное, вот такой курс в мире читается только у нас в университете. Я его начал читать всего два года назад. Западные коллеги даже обижаются иногда, говорят, почему вы? Вы не самая продвинутая в инновационном отношении страна, а тем не менее читаете. Лекции Анатолия Золотухина, можно сказать, эксклюзив. Он дает уникальные знания, которые не получить ни в одном университете мира, кроме РГУ имени Губкина. Как ученый и преподаватель, он известен далеко за пределами России. Его слушатели – нефтяники США, европейских стран. Он единственный русский, кто читает лекции по повышению квалификации в Норвегии, стране, которая сама мировой лидер по технологиям добычи нефти. Кроме того, Анатолий Золотухин является вице-президентом Мирового нефтяного совета, в который входят крупные государственные деятели разных стран. Впрочем, это вовсе не означает, что его лекции нужно слушать с придыханием. Наоборот, отмечает профессор, очень важно, когда аудитория вступает в диалог с преподавателем. И муравленковские нефтяники – тому хороший пример. Для них нет авторитетов, это очень здорово. Не в смысле поведения, они очень образованные, очень тактичные, очень интеллигентные. Но они все время задают вопросы. А почему так? А вот у нас не так. И это как раз и есть для меня та самая пища, если хотите, и обратная связь, которая мне позволяет думать. Потому что если всегда долдонить одно и то же, говорить каждый раз, как пластинка, то можно не приглашать, можно пластинку поставить. Множество практических примеров из мирового опыта, доступность и новизна. Такие впечатления остались от лекций профессора у муравленковских нефтяников. Один из слушателей, геолог пятого цеха добычи Сергей Андронов, не так давно закончил университет. Но о некоторых инновациях, говорит, узнал только сейчас. Я раньше даже не представлял, что может быть бесскважинное бурение, оказывается, есть такой метод. Не знал, что есть там умные скважины, так называемые умные скважины. Про них тоже очень было интересно послушать. И теоретически их можно внедрить в наше производство. Ну, возможно, даже не сейчас пока, потому что это очень дорого еще. Но на перспективу, когда эти все технологии подешевеют, почему бы нет, я думаю, и в Западной Сибири можно применять эти методы. Анатолий Золотухин пробыл с лекциями в Муравленко 4 дня. Это только первый цикл, отмечают в Газпромнике Муравленко. Будет и второй. В следующий раз профессор приедет в наш город в ноябре. Говорит, расскажет уже о морских месторождениях. Евгений Дегтяренко, Георгий Шадрин. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова